Утары бокалов неизвестных Я думала искать буду вечность Думала искать буду вечность Так и произошло Кто где, а я нашла здесь Кто-то мозг зажег, кто-то вечер Кто-то грязный, кто-то безупречен Где-то разрыв, где-то встречи Кто-то минута Ну а ты вечность Ты вечность Здесь время так быстро, течно Ты вечность В голове моей, может, моюсь Но это шаг добру Кто не старается, тот знает Как паршиво быть одному Я думала искать буду вечность Думала искать буду вечность Сейчас так и произошло Кто где, а я нашла здесь Кто-то мозг зажег, кто-то вечер Кто-то грязный, кто-то безупречен Где-то разрыв, где-то встречи Кто-то минута Ну а ты вечность Ты вечность Здесь время так быстро, течно Ты вечность Со мною будут спорить Безумной речью Не переспорят Ты вечность, да, будь С безумной речью Не переспорят Ты вечность Ну а ты, ты, ты вечность Ты, 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 ты вечность Ну а ты, ты, ты вечность Ну а ты вечность Добрый вечер, Гомель, на «Беларусь-4» прямой эфир Да, это вот наш талантливый, многим зрителям уже известный автор и исполнитель Галина, добрый вечер Спасибо, что сегодня, да, вот ты с нами в этой студии Кстати, вот как найти в интернете твои песни сегодня? Есть какой-то там сайт, блог, что-нибудь? Очень просто вообще Это все мои персональные страницы в таких сетях, как Facebook, Instagram, ВКонтакте Ну и, конечно же, одноименном канале в видеохостинге YouTube Он так и называется, Галина Лосаева Туда я выкладываю записи из концертов, из квартирников, ну и вообще домашние записи Ну, согласись, с появлением интернета у музыкантов появилось намного больше шансов сегодня для возможности, скажем так, для продвижения своего творчества Вот у тебя, например, вообще много гаджетов? Вот можешь перечислить, что это? Гаджеты? Ну, это мой мобильный телефон Раз В первую очередь, во-вторых, это мой фотоаппарат, как ни странно, потому что он снимает Full HD видео Я могу записывать свои какие-то даже видеоклипы, выкладывать их в сеть и делать видеоблоги Ну, это, наверное, два самых основных Ну и, конечно же, ноутбук Ноутбук, это, да, само собой разумеющийся Ну, а вот этот фитнес-браслет или все подобные вещи ты еще пока не пользуюсь? Пока что не пользуюсь, у меня в телефоне приложения такие Скажи, как много времени ты проводишь в интернете и с какой целью чаще всего? Так как моя основная работа связана с интернетом, то я там практически постоянно Напомни, кем ты работаешь? Я работаю с заведующим пресс-службой Гомельского областного обдения профсоюзов И, исходя из названий, уже можно сделать вывод о том, что я целиком в сети Постоянно, с утра до вечера, получается Да, с утра до вечера А ты вот когда-нибудь представляла себе день, вечер или хотя бы несколько часов без интернета? Делаю так иногда Серьезно? Да, и мне есть даже чем заняться Бывает так, что просто уже от этих гаджетов, от всех начинает болезть голова И это влияет на зрение, поэтому такие передышки нужно делать обязательно То есть сегодня поделишься, да? Да Чем конкретно ты занимаешься, когда гаджеты вдруг надоели или ты от них устала? Ну что ж, дорогие друзья Действительно, за последние несколько лет гаджеты интернет в буквальном смысле Стали просто неотъемлемой частью нашей жизни Это и покупки, это и общение, информация, развлечение Ну, согласитесь, миллионы людей вообще начинают свое утро и заканчивают день Просмотром новостей, общением в социальных сетях, обязательно проверка почты И вы знаете, я, дорогие друзья, не исключение Но очень хочется представить, каким бы мог быть вечер, проведенный, например, без смартфона Без ноутбука, без социальных сетей А самое главное, получилось бы у нас, в принципе, это сделать И вот мы попробуем в этом разобраться и найти ответ на вопрос Возможно ли жизнь без интернета сегодня Удобно ли это, нужно ли это И помогут нам в этом психолог Людмила Тутына и керамист Яна Коновалова Очень рада, добрый вечер Добрый вечер Спасибо, что да, вот эти аплодисменты для всех наших участников Дорогие друзья, присоединяйтесь к нашему разговору Очень интересно ваше мнение Как долго вы можете прожить без гаджетов, без интернета и соцсетей 34 22 43, телефон прямого эфира Звоните, делите своими историями, своими мнениями, впечатлениями Ну что ж, как я и сказала, мы сейчас практически все живем в интернете Мы заказываем там, кто продукты, кто какие-то бронирует Вот я знаю Людмилу недавно из путешествий, бронирует там гостиницы Яна, чаще всего интернет в вашей жизни для чего? Ну, во-первых, интернет это источник вдохновения Отлично для меня Как для творческого Конечно Я как тот человек, который немножко помешан на своем выбранном хобби Которое очень так резко переросло в основную мою деятельность И естественно существуют люди, на которых я равняюсь, которые меня вдохновляют Кто-то творческими какими-то проектами Кто-то своей потрясающей работоспособностью Кто-то интересом посещения каких-то выставок, маркетов То есть следить за всем сразу это естественно необходимо Но еще для меня очень интересно А как раньше без интернета вы делали все то же самое? Насколько интернет, хочу понять, изменил вообще вашу жизнь? Изменил в том плане, что сейчас ты не выходя из студии, из мастерской Ты можешь очень легко общаться с заказчиками, с людьми, которые хотят с тобой поработать, что-то приобрести у тебя Раньше это в приличном контакте происходило, когда ты участвовал в каких-то выставках, маркетах, каких-то городских мероприятиях Где непосредственно тебе мог найти человек, подойти И естественно интернет дает возможность сделать это в 10 раз эффективнее, менее затратно И в принципе не оставляя основного своего творческого такого порыва Глаза не болят к концу дня Я не могу сказать, что я зависима от интернета А я вот, знаете, хочу обратить на что внимание Решила сделать такой эксперимент Думаю, попробуй один день, вот накануне программы, все-таки тема такая, думаю, надо на себе испытать Вот попробуй один день без интернета и гаджетов Я ощутила, ну скажем так, что-то со мной не то происходило Мне жутко не хватало новостей Мне жутко не хватало каких-то там фотографий в социальных сетях от своих друзей и подруг Вот этого общения И честно говоря, вот я, Людмила, почему сегодня пригласила тебя в студию? Скажи, у меня зависимость, наверное, от интернета Я, наверное, не одинока, но вот как ты считаешь? Это зависимость Наташа, когда мы с тобой переписываемся вконтакте, у нас с тобой обоюдная зависимость друг от друга Я уже не могу без этих сообщений тоже На самом деле, Наташа, я думаю, что интернет это то, что было зазвано человечеством в нашу реальность У нас было очень много сказок, где люди с помощью каких-то, ну скажем так, приспособлений делали себя более могущественными Ну, например, там ковер самолета, раз и полетел куда-то, да, там шапка-невидимка, раз тебя не видно, да Помните, там яблочко катается по блюдечку, да, и мы там увидим какую-то картинку Это тоже о сказках Поэтому, мне кажется, вот сегодняшний день, да, он был предсказан, предугадан, да Не только фантастом, но и в обычных сказках Мы это видели, чувствовали это с детства И об этом мечтали, вот эти мечты сбылись Но все дело в том, что с любой мечтой нужно, наверное, осторожно, да Ну, это, знаете, вот как на кухне нож, да, вот он лежит И можно хлеб отрезать, а можно себе навредить, правда? Да, 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 и поэтому с интернетом, вообще с гаджетами нужно, наверное, обходиться разумно Но глупо сегодня говорить о том, что вот мы... Разумно это такое понятие, знаешь, ну что значит разумно, когда мне не хватает Я же еще раз говорю, мне не хватает ни новостей, ни общения с друзьями Да и как я с тобой могу общаться? Хорошо, Наташа, вот смотри, вот что значит разумно Вот мы с тобой сидим, да, и общаемся в контакте, пишем друг другу Давай в следующий раз разумно будем общаться Пойдем куда-нибудь посидим, например, в пиццерии Ну, мы это делаем, да Одно другому не мешает Вот это называется более разумно, мы видим друг друга Хорошо, Люд, а скажи, пожалуйста, как понять, что ты зависишь? Зависишь от гаджетов, от интернета и от всего того Во-первых, нужно посчитать количество людей, с которыми ты общаешься в живой реальности Начать с этого Да, кого ты можешь поддержать за руку, да Ну, например, у тебя по дому ходят твои домочадцы, да, а ты их игнорируешь, такой игнор полнейший, да, но в это время ты в активнейшем общении там со всем светом То есть это уже, конечно, перекос Это проблема Это проблема Вот и сидишь, такой ждун, вот, да, вот, ну, помните вот эту скульптуру? И чего-то ждешь от моря погоды Ну, ты же очень понимаешь надо, зачем, да Вот Яна говорит, она общается, для нее это такое вдохновение, да, все-таки это такое творчество Для Галины это тоже творчество, это момент творчества Она продвигает свое творчество, она смотрит, как поют другие, да Для меня развитие Для меня это информация, огромное количество информации Для меня колоссальное развитие, я обучаюсь по интернету, заканчиваю там очередные курсы Или других могу обучать по интернету, то есть это очень такое Хорошо, Люда, скажи тогда, почему все-таки необходимо делать разгрузочные дни от гаджетов? Назови несколько причин, по которым все-таки стоит иногда отключить тот же смартфон, закрыть ноутбук. Это по той же самой причине, почему мы отправляемся в путешествие. Мы как бы себя обновляем, обновляется восприятие этого мира. И когда мы отходим от гаджетов, мы видим то, что окружает нас, умеем наслаждаться, радоваться вот этой вот реальности. Не виртуально. Например, мы можем смотреть, как красиво распускаются цветы. Вот такие вот есть очень красивые... В интернете тоже очень красиво распускаются цветы. Я вот про это и говорю. Вот мы смотрим в интернете, присылают нам, и мы наблюдаем. А слабо взять горшочек, посадить туда какой-нибудь кактус и наблюдать, как он распускается хотя бы раз в пять лет. То есть я тебя поняла, главное не выпадать из одной реальности в другую. Однозначно. Должен быть баланс. Вообще интернет — это огромное завоевание человеческой мысли. То есть это эволюционное явление. Его нельзя игнорировать. И в последнее время... Да и глупо, мне кажется, игнорировать, когда это дается столько комфортов. Но в последнее время создается такая позиция интернета, это плохо, плохо, плохо. Но опять же, пример с ножом. Можно хлеб отрезать, а можно навредить себе. Поэтому к этому нужно относиться разумно. И когда ты заходишь в интернет, ты точно должен знать, куда ты идешь, чего ты хочешь. Это знаете, вот как есть шопоголики. Вот они заходят в магазин и в корзину бросают, бросают, бросают всего. Нет. Нужно так, чтобы не быть шопоголиком. Сначала реши, чего ты хочешь. Да, тебе нужны нитки. Заходи в отдел, где продаются нитки, и больше ничего. Ну, может, в соседних, где пуговицы. Больше ничего. И выходи, будь разумным. То же самое в интернете. Прежде чем зайти, спроси себя, чего я хочу, чего хочу сегодня. Ну, как-то так. Спасибо, Людмила. А вот раньше наши бабушки и дедушки, они, вы знаете, прекрасно же ходились. Без интернета, без телевизора даже. Я уже не говорю про социальные сети, там лавочки так заменялись социальные сети. Но, вы знаете, у них были действительно другие интересные занятия. Вот, например, вышивание. Я вот таким вот образом подвожу к нашему конкурсу. Дорогие друзья, по телефону 34-22-43 позвоните в нашу студию и скажите, пожалуйста, как же называется инструмент, который используется для вышивания. Сегодня мы разыгрываем пригласительный билет на две персоны на удивительный концерт. Волшебная музыка Моцарта в исполнении артистки Гомельской областной филармонии Ольги Кузненко и пианиста Виталия Фомина. Я хочу просто напомнить, что этот концерт состоится 5 декабря в 6 часов вечера в картинной галерее имени Гаврила Ващенко. И согласитесь, это прекрасная возможность открыть для себя Моцарта и наших гомельских артистов нашей Гомельской областной филармонии. Итак, чтобы выиграть этот пригласительный билет, надо еще раз напомнить, позвонить по телефону 34-22-43 на прямой эфир программы «Добрый вечер, Гомель!» и ответить на вопрос конкурса. Как называется инструмент, который используют для вышивания? Дорогие друзья, спасибо вам за сообщения, которые вы присылаете на нашу программу. Как долго вы можете прожить без гаджетов, без интернета и соцсетей? Удивительное сообщение. Сейчас я вот зачитаю. Оксана. Без телефона жить не может. Без интернета и новостей в принципе несколько дней удавалось. Алексей пишет, что ему это вообще невозможно. А вот Кирилла сообщение просто заслуживает аплодисментов. Он пишет, что скоро это уже будет приравниваться подвигу. То есть жизнь без интернета. Давайте поаплодируем Кириллу. Спасибо большое. Ну, в принципе, сообщение однотипное. Вот Ольга считает, что мы жертвы цивилизации. Зачем вообще отказываться от этих благ? Да, вот Павлу и так хорошо. Он не ищет счастья в соцсетях. А вот Виктория говорит, что когда у нее вышло из строя компьютер, и она осталась на 4 дня без этого всего счастья, то ходила по гостям. Ну вот. Есть интернет. Да, наверное, так. И вот, Галина, конечно, что ты обещала нам рассказать, какие у тебя есть варианты, чем ты, в принципе, занимаешься без гаджетов, когда позволяешь себе их отключить. Во-первых, гуляю с друзьями. Самый простой способ. Живое общение. Да. Во-вторых, играю на гитаре. Очень часто пою, играю на гитаре. Пишу стихи, это в-третьих. Вот. Читаю книги, это в-четвертых. А вышивание? Вышивание. В твоих присутствиях? Нет, не входит в мои интересы. В последнее время вот очень много читаю и стараюсь вечерами именно читать, нежели сидеть в интернете. И самый любимый, наверное, способ, это я делаю себе горячую ванную с пенкой, со свечами. И живая книжечка в руках вот такая. То есть не планшет какой-то, ничего. Ну или электронная книга. Ну так, слушайте, дорогие друзья. Понятие, да, подмены называется. Спасибо большое за откровенность. У нас есть телефонный звонок. Будем надеяться, что это ответ на вопрос конкурса. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Давайте с вами познакомимся. Я очень люблю знакомиться с нашими телезрителями. Меня зовут Наталья Федоровна. Наталья Федоровна, скажите... Я буду не встречаться. Ой, очень приятно. Наталья Федоровна, скажите, пожалуйста, у вас сколько гаджетов вообще, вот вспомните? Телефон есть? Знаете что, обычно у меня был стационарный телефон. Так. А потом дети купили себе крученные навороченные, отдали мне мобильные. Так, дальше. И я за этого так страдаю. Почему вы страдаете из-за этого? Он вам мешает или наоборот помогает? Куда не пойди, почему долго не берешь? Почему мне не перезвонить? Да, да, согласна. Мы волнуемся и контролируют меня на каждом шагу. Вот вы знаете, за откровенность аплодисменты вам. Спасибо большое. Ну что ж, у вас есть возможность выключить телефон и сходить на концерт. Удивительный концерт «Волшебная музыка Моцарта» в исполнении артистки Големской областной филармонии Ольги Кузьменко и пианиста Виталия Фомина. Напомню, что сейчас разыгрываем пригласительный билет на две персоны. На этот концерт, он состоится 5 декабря в 6 часов вечера в картинной галерее Гавриила Ващенко. И чтобы его выиграть, вы попробуйте сейчас ответить на вопрос нашего конкурса. Как называется инструмент, который используется для вышивания? Пяльцы. Ну, конечно, пяльцы. Все, вы победили однозначно. Спасибо большое за телефонный звонок. Хорошего вам вечера. Пригласительный билет ваш. Так что планируйте 5 декабря. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем прямой эфир. Вот хотелось бы еще вопрос задать нашей Галине. Вот мы поговорили о том, насколько она нашла себе подмену интернету. Ну, скажи, пожалуйста, как ты вообще, есть ли у тебя, думаю, керамические изделия какие-то? Чашечка какая-то керамическая, тарелочка любимая. Наверное, есть. То есть ты так никогда сильно не обращала внимания. А пыталась когда-нибудь пробовать лепить что-нибудь из глины или такого? Из глины нет. Никогда? Ну как, не держала глину и не лепила? Наверное, нет. То есть пластилином в детстве все закончили. Ну что ж, дорогие друзья, уверена, что таких и среди вас очень много. Поэтому сразу после рекламы мы узнаем, можно ли научиться самостоятельно делать вот такие вот красивые керамические изделия после рекламы. Возможно ли жизнь без гаджетов? Дорогие друзья, нам очень интересно ваше мнение. 34 22 43, телефон прямого эфира. Звоните в студию, присоединяйтесь в Вайбере, телефон внизу экрана. А пока я хочу предложить вам провести этот вечер, ну скажем так, с другой пользой. В последние годы керамика ручной работы и все, что с ней связано, находится действительно на пике популярности многих. Вы знаете, в том числе меня восхищают люди, которые, ну скажем так, на ты с глиной. Потому что мои тоже познания ограничиваются, как и у Галины, школьными занятиями с пластилиной. Поверьте, это до сих пор под впечатлением я от этих уроков. Ну а ведь такое увлечение керамикой доступно каждому. Так считает сегодняшний гость нашей программы Яна Коновалова, который обещает раскрыть прямо сейчас все секреты, все главные секреты этого ремесла. Ну на самом деле мы выбрали керамику не случайно, потому что вот эти изделия, которые я вижу часто в соцсетях, на твоей страничке, ВКонтакте, в Инстаграме, они меня действительно удивляют, восхищают, поражают. Поэтому, Ян, ну начнем с того, что тебя знают как скульптора. Да. Да, тебя многие знают как скульптора. Вот эти вот известные в городе скульптуры, девушка возле университета, это твое. Вот и ты переквалифицировалась из, скажем так, городского скульптора-архитектора, можно же так, наверное, назвать, да, в керамиста. Ты не жалеешь вообще, что вот это произошло? Ну, я не могу сказать, что это окончательный какой-то вот, заключительный какой-то момент. Вот творческий человек, да. Все на самом деле настолько плавно и все так может маневрировать от обстоятельств и ситуации, если, конечно, будет возможность реализовать задуманные проекты. Естественно, я на тот момент стану скульптором и ничуть об этом не пожалею. Но сегодня ты вся в керамике. Вся в керамике. Пожалуйста, а где вот общаются сегодня вообще вот ремесленники, вот, скажем, керамисты? Это какие-то специальные форумы в интернете или все-таки чаще это мастерские, живые вот эти выставки, какие-то фестивали? Это все вместе. Это как неотъемлемая часть вот для действующего керамиста сейчас, чтобы и делать и творческие работы, чтобы делать и коммерческие проекты. Безусловно, интернет — это величайшая возможность. Величайшая возможность и обмениваться опытом, и учиться бесконечно. Это такое дело, что, ну, ты никогда не будешь знать, что ты все знаешь. То есть это нескончаемый поиск чего-то нового, новых материалов, новых возможностей. Естественно, общение с коллегами, естественно, желание участвовать в каких-то выставках. Ты тоже узнаешь? Узнаешь через интернет. Естественно, да. То есть есть и конкурсные отборы, есть выставки, куда все стремятся попасть. Ты стараешься, хочешь, какие-то цели себе ставишь. И с интернетом это действительно стало намного-намного проще, быстрее, мобильнее. А ты умеешь себя контролировать? Я очень себя умею контролировать. Еще маленький такой вот момент. Была на компьютере, на стационарном когда-то поставлена игра, абсолютно бессмысленная, так, чтобы расслабиться. И была такая функция, когда я увидела, что я проиграла в эту игру 49 часов, у меня тогда обуял ужас. Ну, то есть это вкупе там за сколько-то месяцев 49 часов. Это для меня показалось немыслимо много, ну, потратила, я ее в тот же момент удалила и решила, что жизнь не такая длинная, чтобы тратить на эту книгу, даже приятную, да, свое драгоценное время. То есть, ну, если взрослый может себя контролировать, то имея вот ребенка 6 лет, я точно знаю, что их контролировать очень сложно. Их желание настолько велико играть в компьютер, в телефоны, их невозможно оттянуть. И поэтому, дорогие родители, это альтернатива просто познакомить детей с чем-то очень увлекательным, интересным. И вы, если будете искать, вы обязательно найдете точку такого соприкосновения, где ребенок может открываться и переключаться из удивительного мира интернета в реальную жизнь. И, опять-таки, это дело, которое может объединять родители и ребенка. Когда на занятия ко мне приходит мама с ребенком, и в силу каких-то возрастных особенностей или страха, мама и ребенок объединяются, ну, это просто фантастика. Покажи, я знаю, что ты с меня принесла к нам в студию работы, которые делают дети. Дети. Это был выездной мастер-класс на открытом воздухе. Дети делали, вот, были мастер-классы, вот, 15-минутные. То есть такой заход, 6 человек, 15 минут они уходят, вот, с родителями, кто помладше. Там 4-х летки, то есть, я считаю, что... Получаются такие тарелочки чудные. Да, были такие вот подвесные панно, сюда можно шнурочек продеть, отпечатки растений. Они собирали сами травы, они что-то печатали, они подписывали, родители забирают. Вот, несколько вещей, еще осталось. Так, Яна, все, давай, научи нас лепить. С удовольствием. Я предлагаю всем подойти под бурные аплодисменты, да. И такой, вы знаете, небольшой мастер-класс. Яна, слушай внимательно. Итак, что надо вообще для начала человеку, который решил заняться керамикой? Желание. Желание. Во-первых, желание есть. Желание – это двигатель всего. Чтобы заняться керамикой, надо попробовать, что это такое. Потому что, к сожалению, занятие керамикой – это один из дорогостоящих видов деятельности. И поэтому, если ты захотел керамику, это недостаточно купить. Там нитки, клубок, крючок, сесть и вязать, осваивать азы. Здесь нужно много предметов, оборудования. И, естественно, желательно на первые хотя бы часы человек, который может в чем-то подсказать. Сегодня ты такой у нас человек. Да, с удовольствием. Отдайте мне глину. Я не планировала, но как-то так прямо руки зачесались. Хочу попробовать, да. А, подождите, но это грязное ремесло, скажем так. Я так не считаю. Вообще, на самом деле, глина считается одним из лечебных таких материалов. У меня очень много часто берут девушки для подростков глину. Можно брать это, да? Да, она сушит, она немножечко делает кожу лучше. А вы знаете, вот у меня подруга, ей, кстати, психолог Людмила, посоветовала как терапия, глинотерапия. Кстати, можно вот таким вот способом избавиться от компьютерной зависимости? Негако. А если придать тебе какой-то сакральный смысл, что все, что вы слепите, весь негатив уходит в глину, а глина же обжигается при 1000-1200 градусах. Весь негатив сжигается, у вас остается прекрасная вещь. Все уйдет вместе с глиной, дорогие друзья. Наполненный оптимизм. Итак, нам вручили глину. Важно вообще, какая глина у тебя в руках? Для начинающего. Для начинающего желательно готовая глина, потому что сам процесс подготовки глины очень трудоемкий. Поэтому покупаем или берем у знакомого керамиста, а у нас они в Гомеле есть. Я не одна, к счастью к великому. Берем домой глину, распробуем. Очень, кстати, еще такой важный момент, когда у тебя глина и материал, с которым ты никогда не был знаком, и ты самостоятельно пытаешься с ним подружиться. Это тоже очень такой интересный путь. В принципе, изначально он у меня так и получился, когда я из мастерской принесла кусок глины домой. У меня, конечно, был стопор, что лепить. Но когда этот стопор прошел, знакомство состоялось от один на один с глиной. То есть первые мои изделия были слеплены самостоятельно. Яна, если ты не скажешь, что мы будем сегодня лепить, у меня получится какое-то животное. Лина, кстати, очень любит конкретное действие, потому что когда в руках ее умнешь, она высушивается. Поэтому мы не будем много говорить. Мы сегодня слепим елочную игрушку. Чудесно зимний декабрь. А, у нас накануне новогодние праздники. Мы как-то еще не вспоминаем об этом, а пора бы уже. Очень керамика интересна тем, что многие профессии, специальности пересекаются, и мы можем пользоваться инструментами, которыми пользуются кулинары или стоматологи. Да, я обратила внимание, это для печенья, пряничка в таких формочках есть. У Людмилы самая большая, это звезда. Люда, я так понимаю, будет делать сегодня какую-то звезду, новогоднюю звезду. А дело в том, что у меня уже был опыт одной телепередачи, мы были как раз вместе с Яной. Я даже помню, ты лепила сову. Да, я лепила сову. И, вы знаете, я эту сову сейчас воспринимаю как мой талисман. Я ее, например, брала в путешествие прямо в Гималайи. Вот, она вместе со мной путешествовала. Поэтому вот мы сейчас можем сделать что-то такое, что потом станет таким вот сокровенным. А еще я бы хотела, чтобы мы обратили внимание на руки психолога Людмилы Тутынины. Да, вот, настоящее мастерство. Ну, я боюсь спросить, задать вопрос Галине. Галя с ужасом смотрит на эту глину и не может понять, что надо делать. Наверное, Яна, стоит объяснить вообще, что надо, кроме глины, еще для того, чтобы сделать, допустим, елочную игрушку. Ну, мы обросли приспособлениями, с которыми очень просто работать. Вот дощечка на дощечке. Вот такая, дорогие друзья, вот такая вот доска. Она может быть обыкновенная, разделочная, вот так, даже стол. Вот такой материал ткани я вижу. Любая ткань, то есть не принципиальная тут абсолютно, даже кусок целлофана может быть. Для начинающих очень, я люблю, когда пользуются дети, я их называю рельсы. Рельсы, вот эти такие планочки по 5 миллиметров, они кладутся по сторонам. Так, держите. Вот, и когда скалкой раскатываешь кусочек глины, вот, скалка задает толщину всему пласту глины, вот, ровно 5 миллиметров. Это очень удобно, вот, и очень для детей комфортно, когда они первый раз делают, и у них, в принципе, всегда получается тот пласт, который им необходим для заданной какой-то работы или цели. Чтобы глина не превратилась в пельмень, да? Да. Ну что, пробуем, мы накрыли тканью. Ну, понятно. Раскатываем скалкой, и ровно до тех пор, пока скалка вот не полностью не будет прокатываться по этим рельсам. Тяжело? Да, тут мышцы надо напрячь определенные. Нам не хватает аплодисментов, дорогие друзья. Это действительно очень хорошо получается. Ничего себе! Это действительно непросто, я хочу просто обратить внимание, это вот, смотрите, вот у меня получилось вот такой вот, точнее у нас с Галиной, получается, это слишком толстый для елочной игрушки? Нет, это достаточно приличная толщина, да. Галина, продолжайте. Можно я пока, да, пока руки? Вот, у меня небольшой кусочек глины, он у меня уже раскатался. Вообще, давай, Яна, если можно, вот, скажем так, основные этапы работы, глину раскатать дальше? Ну, не всегда ее можно раскатать, то есть какая-то есть поставленная цель, что конкретно мы делаем, так? Можно же игрушки разные делать, вот сейчас техника работы с пластом, вот, для этого нам нужно раскатать пласт ровный. А затем, просто давай определим, дальше что мы будем делать? Вырезать будем, вырезать, декорировать. Декорировать, и самое основное, насколько я знаю, высушивать, обжигать этот момент, да? Да, задавайте мне, я проверяю обязательно работу на наличие дефектов, которые могут проявиться впоследствии. Ясно. Я их сушу, обжигаю в печи и раздаю тем людям, которые сделали. И легким движением руки вы просто вдеваете в отверстие ленточку, веревочку, что захотите. Ну что ж, я надеюсь, да, я надеюсь, мы это все сегодня увидим. Но счастье уже началось в процессе, поэтому счастье тут поэтапно будет выдаваться порциями. А теперь можно, наверное, Галь, мне кажется, можно уже делать... Можно, да, обязательно ищите. Вот смотрите, у нас есть пряничная вырубка, елочка. Она не сильно толстая, нет, она очень хорошая. Я возьму сердце, и елочка. Вмечательная. Они тоже очень, да. А я вот, может быть, возьму... Есть звездочка, да. Мы вдавливаем, я делаю звездочку. И просто... О, ну это самый приятный момент. Да, и снимаете. У меня тоже две игрушки получится, нет? Да, здесь, мне кажется, больше даже. С маленького кусочка глины... С обрезков можно потом пальчиком выдавливаете. Галя пыхтит. Это не на гитаре играть. Что, у меня не получается выдавить. Аккуратно как-то надо. Во, у Яны уже есть звездочка. Есть уже одна звездочка. И смотрите, она такая очень аккуратненькая получилась. И не требует никакого дополнительного вмешательства. Я не могу, я не могу это вытащить. У меня ломается. Не так-то это просто, дорогие друзья. Да, вот поверьте, если бы вы попробовали, вы, во-первых, получили бы грязные руки. Да, но это такое удовольствие. Вот это вот удовольствие грязных рук я люблю во время вот какого-то ремесла. Замечательно. Еще мне нравятся вот эти глаза, взгляды наших девушек, которые сейчас творят. Людмила, я тебя давно такой счастливой не видела. У тебя уже рождественская звезда почти готова. У меня получилось и вашу достать. Вот, снежинка. Моя снежинка. Отлично. Ну, это, казалось бы, очень элементарно, да? Сделали какие-то вот заготовочки. Ну, наверное, самое интересное впереди еще. Такой этап очень простой, но на самом деле его можно усложнять бесконечно. Можно при раскатывании пласта пользоваться кружевом. Можно пользоваться вот там за вами чудесная зеленая елочка. То есть керамисты такой немножко сумасшедший народ. Они постоянно что-то щупают, трогают и обязательно мечтают это перевести все в керамике. Вы знаете, дорогие друзья, может, вы обратите внимание, вот за моей спиной стоит очень красивое изделие, созданное семейной парой, я бы так сказала, супругами, Яной и Константином Коноваловым. И мы как-то уже в нашей передаче рассказывали об этом. Что? Шевцов. А, Константин Шевцов. Вот так вот. Ну, в любом же случае, да, это семья такая, вот такой семейный подряд. Яна все выдумывает, если я правильно все помню, да? А Константин уже все это превращает в такие вот... Технический директор. Да, технический директор, да, как же без этого. Мы назвали свой тандем Артгомель. И нас спрашивают, почему Артгомель? Потому что я очень люблю действительно наш город. И мне хочется в других городах, в других странах, чтобы о нашем городе узнали. И только поэтому вот Артгомель так ярко, сочно звучит. И часто спрашивают, что это за город, откуда этот город. Вот. И я всем рассказываю, что да, у нас есть такой город. Вот так, через керамику, дорогие друзья, о малой родине. Это вам не просто так. Ну, в двух словах, что мы делаем дальше? Вдруг кто-то с нами повторяет. Дома? Да, вдруг. С пластилина кто-то решил освоить керамику. На самом деле, вот то, что мы сейчас делаем, очень можно легко сделать мамам с детьми из теста, из соленого теста. Рождественские имбирные пряники. Техника одна и та же. И это прекрасно тем, что те, кто любит печь пряники, очень легко могут переключиться в глину. То же самое и из глины можно очень легко пересечь. Я вот тоже обратила внимание на кондитерское приспособление. В этом кондитерском мешке находится шликер, то есть жидкая глина. И вот эта звездочка, которая у меня имеется, я могу декорировать такими вот жидкими полосочками, которые при высыхании. И все. Да. Вот и, пожалуйста, декорировали. Естественно. А какие еще есть варианты декора подобных керамических изделий? Вот. Ну, я сказала, что можно раскатать вот на кусочки глины кружева. Люда, это не хочется изделия? Уже будет красиво. Давайте вы вторую попробуйте кружево пропечатать. Вот. А еще у нас есть сегодня цветные ангобы. Ангобы, это та же самая. Подождите, подождите. Да, ангоб. Я вот за Галину волнуюсь. Она что-то там застряла. Она тут, о, Галя, уже все есть. Она же производство-то освоила. Очень много сердец у Галины получилось. Она очень много людей любит, которых хочет об этом сказать. Слушайте, а у меня какие красоты. Я вам не передам. А можешь показать всем нашим зрителям? Да могу, конечно. Вот, смотрите. Очень хорошо снимается. Вот, вот это технику мне очень нравится. Да. Через салфетку. Я даже не знаю, что это такое красивое. Вырезайте, смотрите, выбирайте звездочку поменьше. Так. Или елочку, или бабочку, что хотите. Дорогие друзья, она все будет прекрасно смотреться. Когда девушки дойдут до декора, я думаю, что мы успеем с вами разыграть еще один пригласительный билет. Гомельская областная филармония предлагает сегодня пригласительный билет на две персоны на новогоднее представление. Новый год наоборот. Действительно, уже пора задуматься о елках. Это представление пройдет в общественном культурном центре на Ланге-17 всего три дня. 27, 28 и 29 декабря. Декабря организаторы обещают очень яркое новогоднее шоу с интерактивными играми и ростовыми куклами. Так что спешите, спешите выиграть пригласительный билет прямо сейчас. По телефону 34 22 43, ответьте, пожалуйста, на вопрос нашего конкурса. Так как мы продолжаем вспоминать, как обходились наши предки без интернета, то и вопрос я вам предлагаю соответствующий. Вспомните, пожалуйста, как называется предмет народного быта, может быть, орудие труда, на котором в старину делали нитки. Итак, как называется предмет народного быта, орудие труда, на котором в старину делали нитки. Ждем варианты ответов по телефону 34 22 43. И вы знаете, хотелось бы очень, вот где-то здесь, вот в этой части программы, услышать, конечно же, как поет Галина Лосаева. И я не знаю, получится у нас это сделать или нет. Галина сейчас в самом творческом процессе. Галина, ну пока ты вот расскажи, что там ты делаешь, и можешь потихонечку... Я уже сделала несколько сердечек из того кусочка и даже елочку. Наверное, давай я попробую сердечки твои чуть-чуть, вот разреши мне какое-нибудь сердечко оформить. Любое. Да, а мы очень-очень ждем еще одну песню. Насколько я знаю, сегодня будут звучать песни, которые твои, собственные, авторские. И одна из них будет премьерная в самом конце программы. А что сейчас исполнишь? Это «Сильнее меня» называется. Это «Сильнее меня». Кстати, эту песню я знаю, и мне кажется, дорогие друзья, вам очень понравится. Галина Лосаевна, «Беларусь-4». По горячим пескам, по холодному льду, Пусть пасыми ногами, но к тебе я приду. По прошенной земле, задыхаясь пыли, Я в тумане бескрайнем тебя отыщу. Я забуду о боли, не помеха нам. Будет мне на пути к терпеливой любви. Только вера одна со мной рядом всегда. Лишь она мне поможет до цели дойти. В оковах железных, в безмерных просторах Я буду идти, не страшась ничего. Пусть гады сидят в своих маленьких норах, Пусть рядом не будет со мной никого. Упаду, поднимусь, нет меня без тебя. И не будет ни разу фальшивого дня, Словно плавится сталь от большого огня. Я люблю тебя, и это жилье меня. Я люблю тебя, и это жилье меня. Галина Лосаевна, Беларусь, четыре. Спасибо, это сильнее меня. Еле сдержалась. Одно, да, вот тебе помогла сделать вот такое вот сердечко. Очень интересная технология, которую мы только-только начали. Так что, Галь, возвращайся. Расскажите, Яна, вот краски эти вот необычные, что это вообще такое? Потому что я попробовала, это что-то действительно удивительное получается. Удивительно, да. Здесь стоят три емкости с ангобыми. Ангобы — это вот эта же глина, разведенная с водой до состояния такого кефирно-сметанного, это уже на любителя. И в него добавлены цветные пигменты, которые могут после обжига оставить вот точь-точь такой цвет. И ангоб хорош тем, что вот когда делаются такие занятия разовые, человек сразу может и слепить, и задекорировать, и ввести цвет. Это очень важно, потому что требуется второе присутствие, второй обжиг. Вот, иногда таких возможностей у людей нету, и ангобы — это как находка. Вот, и мы сейчас вот с вами попробовали сделать вот эту технику ангобную, когда... Мы покрасили, да? Давайте покажем нашим зрителям, которые, да, этот момент, скажем так, упустили, потому что слушали Галину. Давайте мы с вами бабочку вот такую сделаем. Давайте, давайте. Нет, это не бабочка, это у меня рыбка вообще была. Я показывала. Рыбка тоже замечательная получилась. Такой бирюзовый, такой красивый. Ну да. То есть сначала мы покрываем глину. Можно один цвет ввести? Так. А можем ввести два цвета. Давайте вот на это. У нас такой бригадный подарок. У нас будет много юлочек с вами после еще. Итак, дорогие друзья, пока мы покрываем глину, как еще раз называется? Ангобы. 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 Ангобой, я так понимаю. Ангоб один? Один ангоб. Вот, пока мы им, короче, покрываем нашу глину, у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Давайте познакомимся с вами. Добрый вечер, говорите, пожалуйста. Добрый вечер, Гомель. Добрый вечер, Наталья. Добрый вечер. Давайте с вами познакомимся. Как вас зовут? Меня зовут Ирина. Ирина, скажите, пожалуйста, вы готовы участвовать в нашем конкурсе? Готово. Итак, вспомните, пожалуйста, как называется предмет народного быта, орудие труда, на котором в старину делали нитки. Не спешите, потому что подумайте внимательно, потому что разыграем очень хороший пригласительный билет на новогодние елки в УКЦ. Я думаю, что в старину делали нитки именно на прялся. Ну что ж, вы действительно правильно отгадали эти аплодисменты для вас. И напоминаю, что вы получили в подарок пригласительный билет на две персоны, на новогоднее представление «Новый год наоборот». Представление пройдет в общественно-культурном центре на Ланге 17. Три дня, это представление идет 27, 28, 29 декабря. Организаторы обещают очень яркое новогоднее шоу, так что мы вас поздравляем. В любом случае, уже декабрьские праздники, скажем так, на носу. Спасибо за этот телефонный звонок. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня в прямом эфире мы не просто занимаемся керамикой, мы не просто осваиваем вот это ремесло. У нас сегодня Яна, она действительно увлекла и психолога Людмилу Тутынину, и музыканта Галину Лосееву, и ведущей Наталью Булынец увлекла настолько. Я даже руки специально не вытираю от глины. Очень приятные ощущения. Я не знаю, как можно через интернет передать ощущения, когда ты держишь вот эти вот изделия в своих руках. Вот чтобы вы не говорили сейчас в пользу интернета, мне кажется, что подобные мастер-классы должны все-таки не онлайн происходить. А вообще, возможно, есть вообще мастер-классы онлайн по керамике? Конечно, есть мастера, которые, ну, в силу каких-то обстоятельств, своего таланта и тем, что они родились в такой семье керамистов, они очень много знают, они фантастически много знают, умеют, у них много навыков, соответственно, и много работ. И они, конечно же, знают больше, чем мы, и они очень щедро делятся. Потому что когда, на самом деле, человек выше уровня знаний в каком-то предмете, он предметом очень охотно делится, и для него это огромная радость и удовольствие. Кстати, Яна, есть очень интересный вопрос у телезрителя, где в Гомеле можно научиться работать с глиной? Ну, мне кажется, во-первых, на передаче «Добрый вечер, Гомель». Сегодня, по крайней мере, да, у нас такие попытки есть. А где вот еще действительно? Я знаю, что есть в комнатах школьников, есть бесплатные кружки с керамикой, но, к сожалению, база техническая очень такая, я не буду говорить, что плохая, она… давайте лучше расскажу, что у нас есть чудесная студия «Воздух», где происходят мастер-классы по гончарному мастерству. Могу сказать, что «Арт Гомель» тоже проводит мастер-классы, но у нас такая более специализация скульптурного направления, где мы можем делать, лепить объемные вещи, ну, не обязательно гончарные, то есть посуду мы тоже можем делать, но в технике пласта, в технике рельефа, где нужно замысел проводить от эскиза до окончательного, завершающего такого момента. Яна, спасибо большое. Заберите у меня. Заберите. Иначе все закончится. Люд, не могла бы показать, что у тебя получилось? Покажи нам, покажи нашим зрителям, что есть. Я первое дело покрасила, я решила, что этого маловато, забрала у Яны пакет. Ну, это будет игрушка, такая игрушка. Да, это будет что-то такое очень аппетитное. Галина, что получается? Можно так или нет, делаю елочку. Все получается. Елочка прекрасная. Давайте теперь дам, чтобы вы могли делать такие снежинки и игрушечки. Вот таким вот белым. А дайте мне другую краску. Еще я делаю сиражку. Делаю прелесть, дорогие друзья. Девушки готовят к Новому году. Причем делают это не из пластилина, а из настоящей. Заразовое занятие. Вот мама с ребенком, ну, где-то возраст 5-10 лет, они успевают делать до 20 таких вот игрушек. И, в принципе, этого предостаточно, чтобы елку украсить, а потом поснимать и подарить на рождественскую новогоднюю ночь своим друзьям, знакомым, бабушкам, тетям. И действительно, когда работа проходит все завершающие этапы, когда глина может вот так вот звонко звенеть, когда из тарелочки можно по-настоящему кушать или тарелочку эту превратить в панно, сделав здесь отверстие и повесить на стену или в какое-то укромное местечко. А что это вот за такие у вас такие погремушечки чудные? Это наши такие фирменные артбомельские колокольчики. Это все тоже керамика. Да, они довольно-таки очень высокий обжиг, и от этого они звенят. И, кстати, на новогоднюю елку тоже прекрасно подойдут. Дорогие друзья, нам нужно прерваться на рекламу. Поверьте, у телеведущей немножко вымазаны руки. Вот я сейчас приведу себя в порядок, и мы продолжим сразу после рекламы. Дорогие друзья, на Беларусь 4 продолжается прямой эфир. Сегодня мы говорим о том, можно ли, в принципе, чем-то заменить интернет. Вот ищем ответ на этот вопрос, как вообще жить без гаджетов и стоит ли это делать. И самое главное, сегодня осваиваем керамику ручной работы, делаем вот интересные изделия, украшения для новогодних, рождественских праздников. И помогает нам в этом керамист Яна Коновалова. Вы знаете, это очень увлекательно, это очень практично, потому что вот такими, скажем так, изделиями можно не только украсить, мне кажется, квартиру, но и даже в офисе поднять себе настроение на целый день. А самое главное, вот таким образом можно сделать неожиданные подарки своими руками для своих родных, близких и друзей. Очень хочется посмотреть, что же получилось у этой бравой бригады, которая сегодня трудилась в нашей студии. Яна, ну покажите, что получилось. В стремально коротком промежутке времени, вот смотрите, сколько много игрушек сделали. Вот так вот. Люда, где твоя звезда? Ой, мне тут много. Звезда, колокольчик. Где моя рыбка? Рыбка и такой вот... Это вы уже на Пасху перекинулись. Галина, покажи, что получилось. Сердечки. Ну вот сразу видно, сердечки. Кстати, очень-очень креативно по цвету. Я еще елочка моя. Ну, там, мое изделие, где там затерялось, и пускай, дорогие друзья. Яна, а что делают обычные керамисты с изделиями, которые не получились? Они их выбрасывают или дарят дальним родственникам? Ну, вообще глина такой уникальный материал. Есть такой вид глины, называется шамот. Вот. И вот все изделия, которые, конечно, у нас бывает брак, и глина иногда может и взорваться от того, что там и пузырек воздуха, может взорваться так, что поранить соседние работы. Мы эту всю глину бережно собираем в мешки и можем ее передробить, превратить ее в такую крупку, как манная крупа. Это шамотная глина. И мы ее потом добавляем в сырую глину, и из нее получаются вот такие вот изделия. Яна, я так понимаю, вот с этими изделиями, которые сделали мы сегодня, с этими новогодними игрушками, остался последний этап? Да. Обжиг. Один обжиг. И потом девчонкам... Да. Где они сделают красивую ленточку. А чем ты можешь порадовать их сегодня? За такой труд. Ой, с удовольствием порадую вот нашими фирменными такими колокольчиками. Вот, дорогие друзья, да. Давайте мы поддержим. Девушек молодцы. Спасибо большое. Вот я бы хотела уточнить, Галина, вот как впечатление? Понравилось работать с глиной? Да, очень увлекательно. Такое ощущение, что ты в шоке. Очень увлекательно. Ну и когда думаешь о том, что надо сделать для кого-то и сделать хорошо, оно как-то так стимулирует. Появилось вообще желание пойти дальше вот в этом? Да, я вот давно наблюдаю за студией «Воздух», видела у них что-то такое подобное. И вот всегда смотрю, у них там мастер-классы проходят, и вот теперь буду знать, что и вы таким занимаетесь, и я бы сходила на мастер-класс живую. Спасибо большое. Ян, я знаю, что ты постоянно участвуешь в самых известных, в самых интересных выставках авторских, вот таких вот дизайнерских, я бы сказала, даже работ. В ближайшее время куда поедешь, куда планируешь? Ну вот ремесленники сейчас все активно готовятся к декабрьскому млыну, который будет 14-го, 15-го, 16-го в Минске проходить. Более 500 мастеров, огромное количество потрясающих работ в совершенно разных направлениях, вот, и наши коллеги, конечно, готовятся, вот, и это для нас праздник такой. Ян, знаешь, Люда, вот Галина, вот согласись, вот самое, что интересно, вот Ян поедет на выставку млын, это, кстати, удивительная выставка, действительно, в Минске, и, ну, не каждый сможет туда попасть, а ведь благодаря интернету каждый сможет увидеть, да? Не просто, потому что млын рекламирует каждого мастера, который участвует, и каждый может там отметиться. Дорогие друзья, наблюдаем за Яной на млыне, и, конечно же, с нетерпением ждем, Яна, тебя всегда в нашей студии. И мы вас ждем в нашей студии, Артемий. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Ну что ж, дорогие друзья, еще несколько ваших сообщений, как долго вы можете прожить без гаджетов, интернета и соцсетей. Геннадий без телефона не может, потому что все клиенты по звонку, а вот без интернета во время поста старается отказаться, но, правда, трудно очень. Юрий регулярно делает профилактику, примерно раз в три месяца замораживает все аккаунты в соцсетях, удаляет приложение с телефона и не оплачивает дома интернет. Юрий, хорошая идея. Ирина пишет, что бывает дни, когда не удается выйти в интернет, но она не чувствует себя от этого несчастной. Люд, ну вот стоит ли отказываться от гаджетов интернета, если все-таки это помогает нам развиваться, обучаться и общаться? Ну, пусть каждый решает сам для себя, наверное, что мне важно, что мне необходимо. Вот, например, после этой передачи, когда она появится на ютубе, я разошлю эту передачу буквально всем друзьям по всему белому свету. Если бы не было интернета, я бы не смогла это сделать. Поэтому пусть он будет. Действительно, доступ в интернет, он все-таки дает нам огромные возможности, но при этом может стать причиной серьезной зависимости. Но, дорогие друзья, ведь от электричества, от электричества-то мы тоже зависим. Просто мы иногда выключаем свет, да, чтобы лечь там, поспать и отдохнуть. Галина Лосаева с новой песней. Сегодня, скажем так, премьера на «Беларусь-4». Так мы заканчиваем этот «Добрый вечер». Спасибо всем. Это была программа «Добрый вечер, Гомель» на «Беларусь-4». До новых встреч в прямом эфире. Когда мы наконец устанем От всего, что происходит вокруг Из шкафа свой чемодан достанем Возьмем гитару и спасательный круг Купим одежду, обналичим счета Закинем фотики в рюкзаки У нас так давно зашталась мечта Возьмем гитару и спасательный круг «Никуда не спеша моя душа» Будь рядом со мной, мое солнце Мы вместе пройдем этот путь С тобой мы как два марафонца Давно нам пора отдохнуть Будь рядом со мной, мое солнце Мы вместе пройдем этот путь С тобой мы как два марафонца Давно нам пора отдохнуть Оставь своей маме записку Пусть знает, что все хорошо Мечты из огромного списка Исполнить время пришло Нам нужно решиться, все бросить Иначе никак не уйти Сегодня я жду тебя в восемь Вторая платформа на пятом пути Будь рядом со мной, мое солнце Мы вместе пройдем этот путь С тобой мы как два марафонца Давно нам пора отдохнуть Будь рядом со мной, мое солнце Мы вместе пройдем этот путь С тобой мы как два марафонца Давно нам пора отдохнуть Будь рядом со мной, мое солнце Мы вместе пройдем этот путь С тобой мы как два марафонца Давно нам пора отдохнуть Будь рядом со мной, мое солнце Мы вместе пройдем этот путь С тобой мы как два марафонца Давно нам пора отдохнуть Будь рядом со мной, мое солнце Будь рядом со мной, мое солнце Будь рядом со мной, мое солнце